Епископ Митрофан Зноско-Боровский Священство установлено самим Богом. Об исцелении прокаженных повествует сегодняшнее евангельское чтение. Евангелие от Луки, 17 глава, 12-19 стих. Направляясь в Иерусалим, при входе в одно селение услышал Христос глухой, жалобный вопль. Это были десять прокаженных, девять израильтян, евреи и один евреями презираемый иноплеменник, самарянин. В обычной обстановке не приняли бы израильтяне свое общение презренного иноплеменника. А вот ужасный недуг соединил их в одно общество. Заметив идущего Спасителя, они остановились вдали, потому что не смели приблизиться, так как приближение их влекло за собой осквернение, и они были обязаны предостерегать всех приближающихся к ним, раздирающими душу криком «Нечист! Нечист!» Проказа – это живая смерть, представляла собой ужасный образ страдания. Она разлагала в человеке самые источники крови, обезображивала лицо, медленно заражала, покрывала все тело язвами, болезни, более ужасной, чем сама смерть. Едва услышав их вопль, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Христос тотчас же громко сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам!» При звуке этого чудодейственного голоса они почувствовали в себе поток здоровой жизни, очищение крови, заструившийся в их жилах, почувствовали восстановление сил. Поняли они, что посылает он их к священникам за признанием их исцеленными, просить удостоверения восстановления им права общественной жизни. Достойно внимания, что Христос послал исцеленных к священникам, ведь он сам один от Троицы царь мира и начальник всего священства. Христос послал прокаженных к священникам, чтобы они рассказали, что получили исцеление от того, которого священники и вожди народа не только не хотели признать, но и преследовали и злоумышляли умертвить его, посылая их к священникам. Христос вместе с тем свидетельствует о том, что священство не есть самочинное учреждение, а установлено самим Богом. Мы знаем, что вожди Израиля обвиняли Христа в том, что он нарушитель закона. Вот и показывает он им, посылая прокаженных к священникам, что пришел он не нарушить закон, а исполнить, дает пример исполнения закона и повиновения церкви. Все десятеро по одному слову Мессии Христа получили величайший и драгоценнейший дар, но неизмеримо бездна неблагодарности. Девятеро израильтян и не подумали возвратиться к своему божественному врачу, чтобы воздать ему должное благодарение. К их стыду возвратился только презираемый ими Гой Самарянин. Он, припав к ногам Спасителя, благодарил его, прославляя Бога, привычно было сердце Христа ко всякой неблагодарности. Но тут и оно было возмущено столь бесстыдным и столь чудовищным примером неблагодарности. «Через Иисуса Бог пришел подать помощь своему народу, народу завета, оказать ему милосердие, но ветхий Израиль отверг свою славу, отверг Христа, своего Царя и Спасителя. «Не десять ли очистились? Где же девять?» спросил Христос с грустным удивлением. «Как это они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» рухнули рассуждения, меняющих себя имеющими особое право на Бога, на Его покровительство. Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» Деяние апостолов 10 глава 34 35 стих «Исцелив тело язычника Самарянина, Господь исцелил и душу Его, любообильно сказав Ему «Встань, иди, вера Твоя спасла тебя». С пришествием обетованного, с пришествием Мессии Христа на место ветхого Израиля приходит новый Израиль, предвозвещенный пророками и принадлежность к Израилю Божию определяется отныне не по плоти, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Послание к римлянам 9 глава 6 стих «О праведностью веры». Аминь. Епископ Митрофан Зноско Боровский Митрофан